Здравствуйте, дамы и господа! Я Георгий Бабейко, независимый молдавский журналист, аккредитованный при Совете Европы. И у меня сегодня в гостях Эгидиус Варекис, садокладчик по Молдове. Здравствуйте, господин Варекис! Добро пожаловать в нашу студию! Я знаю вас очень много лет, знаю, что вы очень активно здесь выступаете. Ваши речи всегда очень интересны, я с интересом жду ваше выступление, все люди, которые присутствуют тоже. Как садокладчик по Молдове, вы были недавно в Париже. Скажите нам, пожалуйста, о чем говорилось там, в Париже, на этом заседании комиссии по мониторизации? Ну, в Париже последний раз, на последней сессии, вопроса Молдовы как такового не было, но у нас еще было такое заседание, так называемое САП-комитета, и в Афинах это было, и там говорилось о вопросах Приднестровья. Выступали люди из организации сотрудничества безопасности в Европе, как они видят эту ситуацию. Мы участвовали в дискуссиях. Это было, конечно, так сказать, с нашей стороны это интересно, но с другой стороны это показывает, что уже много лет мы как-то все время обсуждаем те же самые вещи. Значит, этот конфликт, действительно, он стал таким замороженным конфликтом, и об этом шла речь. Конечно, это не один конфликт в регионе, которого можно считать замороженным, и дискутанты, с одной стороны, они хотят как бы применить один и тот же механизм для решения всех конфликтов, с другой стороны, мы видим, что ситуация Приднестровья не такая же, как ситуация, допустим, Крыма, или Донбасса, или Абхазии, или Южной Осетии, там есть разницы, но вот и была речь о том. Значит, сейчас многие политики говорят, что нынешний состав 5 плюс 2 – это нехорошо, надо как-то изменить этот состав. Как вы думаете, было бы целесообразно, чтобы Россия была как один из главных в этом дискуссии про Приднестровье? Ну, знаете, мы можем придумать разные механизмы, разные форматы, тут уже политики решают. Конечно, в каждом формате есть какой-то смысл. Раз когда-то был создан формат 5 плюс 2, у него был смысл, но 5 плюс 2 имеет также такие слабые стороны. С одной стороны, мы знаем, что Приднестровье – это непризнанное государство, значит, у него статуса государства в международном плане нет. И Россия, которая, ну, часто говорит за Приднестровье, то есть, ну, или Приднестровье говорит о том, что Россия, так сказать, что договорено с Россией, но это всеми известно, Приднестровье по международному праву, это часть Молдовы, так что можем мы этот, то есть не мы, но политики, которые ответственны, может, могут этот состав изменить. И я думаю, можно думать о изменении состава даже потому, что в нынешнем составе вообще-то таких новых, новых идей, новых предложений не так уж много. Они, конечно, есть, и страны работают, но, конечно, нам и вам хотелось бы, что это, как сказать, свет в конце туннеля наконец-то был виден. Так что я не против оставить и такой состав, и я думаю, что если мы решим, что вместо Приднестровья Россия – это не только наше решение, там нужно согласие всех сторон. Бывший президент Румынии Триан Басец, он выявил мысль, что, как бы, Приднестровье может быть обмена за столом переговоров с Украиной, то есть Молдова дает Приднестровью, скажем, Украине, а Украина вернет нам север, Буковину и юг Молдавии. Как вы считаете, возможно, такой шаг? Вы знаете, геополитика региона, ну, для вас, для молдаван, конечно, там все известно, но когда мне приходится рассказывать, что такое Республика Молдова моим согражданам или кому-то на Западную Европу, они понимают, что история страны очень сложная, да, что то, что было историческое Молдово, княжество Молдовы в 14 веке, когда вы были соседом нашей страны, да, это Молдова не то же самое, что Республика Молдова сейчас. Часть Молдовы исторически находится в Румынии, да, а то, что иногда люди считают, что Бессарабия и Молдова – это то же самое, но мы даже не то же самое, да, Республика Молдова также имеет Приднестровье, которое не было частью Бессарабии, потом вы знаете, ну, конечно, вы лучше меня знаете, что Буковина, Северная Буковина, Южная, Буджак, как вы называете, да. Я думаю, что, ну, такие обмены, о которых говорит бывший румынский президент, это прежде всего такая, ну, академическая дискуссия, и так легко, так легко все не меняется, поэтому, ну, еще и потому, что Приднестровье не только, так сказать, договор между Молдовой и Украиной, там есть еще третья страна, очень важная, конечно, знаете, но в свободных странах такие дискуссии быть могут, но это, так сказать, не волевое решение, там, президентов. Я думаю, что Молдова очень много вкладывает в то, что, ну, все-таки, что Приднестровье считать своей территорией, она так и признана во всех международных картах. Почему я вас спрашиваю? Потому что в Молдове даже есть партия, которая сейчас вызывает все население голосовать в будущем году за присоединение Молдовы к Румынию. Как вы думаете, возможно, такие варианты в скором будущем? Потому что даже президент Басецков, он пессимистически относится, он говорит, оптимистически 5 лет, но пессимистически 10 лет. Как по вашему мнению, как вы смотрите на этот вопрос? Возможно, такое изменение границы на сегодняшний этап? Вы знаете, при политической воле, если есть такая политическая воля граждан, это может быть, вы знаете, было в Европе, были в Европе разные вещи, да, было воссоединение Германии, когда две страны соединились, было наоборот, разъединение Чехии и Словакии, которое тоже произошло мирным путем, ну, вы знаете, были не совсем такие там мирные присоединения или воссоединения, так что сейчас, конечно, европейские политики бы посмотрели на это очень осторожно. И первый вопрос был бы, а действительно все ли молдаване или подавляющее большинство хочет этого, что есть такая партия, ничего страшного, есть партии разные, особенно в демократических странах, но об этом можно подумать. Здесь есть много, знаете, много-много разных вещей. То есть я историю, ну, может быть, не очень хорошо знаю, но знаю историю этого региона, как образовалось когда-то государство Румыния, как изменялись границы Румынии, как распространен язык, на котором вы говорите. Так что здесь много-много всяких факторов, но то, что разные дискуссии ведутся, я думаю, ничего в этом страшного нет. Я знаю вас здесь много лет, и, как уже сказал, вы много раз выступили на защиту демократии в Молдове. Как садокладчик ПАСЭ, когда вы планируете ваш визит, скажем, в этом качестве в Молдове? Ну, знаете, это не только зависит от меня, ситуация сейчас такова, что мы должны назначить, вот на этой неделе должны назначить другого садокладчика. По нашим правилам садокладчики бывают два, и мы ждем второго. И когда мы уже будем вдвоем, это легче будет решить, вот когда мы, также имея в виду сложную нашу парламентарную работу в своих государствах, вы знаете, в конце года это обычно бюджет, это обычно много важных решений, но я думаю, что время для этого будет. Мы и потому садокладчика, что мы знаем, что нам нужно вкладывать и свое время, и время Совета Европы в это, мы смотрим на свою работу очень серьезно. А что касается защиты демократии, ну, мы потому и образовали эту организацию Совета Европы, чтобы следить за тем, что страны, особенно такие страны, как Молдова, которые, ну, увы, пока не считаются полно такими зрелыми демократами, чтобы они таковыми стали. После того, как парламент Молдовы проголосовал во втором чтении закон о смешанной системе голосования, у Молдовы появились многие проблемы. Парламент Европы отказал нам экономической помощи, депутаты Молдовы не послушали Совета Венецианской комиссии. Комиссия по мониторингу ПАСЭ, по вашему предложению, обратилась повторно в Венецианской комиссии. Когда можем ждать ответ от Венецианской комиссии по этому обращению? Я думаю, что ответ появится очень быстро, наверное, в этом году. Мы будем видеть, как все это выглядит. Но, со своей стороны, я скажу, что у каждого государства есть право выбрать такой способ, такой механизм выбора парламента. Важно, чтобы он считался демократическим. Я могу сказать, что в моей стране, в Литве, как раз такая смешанная система уже 27 лет. И она работает, она, так сказать, функционирует. И я, как литовский представитель, я не могу сказать, что это плохо. Может быть, я сам лично был бы за пропорциональную систему. Но в каждой стране свой выбор. Так что я думаю, что в конце концов, когда придут выборы, мы увидим, с одной стороны, имели почву или подозрение, что может быть плохо, или мы увидим, что все идет неплохо и можно с этой системой жить. Так что нет на свете самых лучших и самых худших систем. Каждая страна приспособляется по тому стилю, так скажем, демократии. Вы знаете, в Британских островах только одномандатные системы, в других только пропорциональные. Но это я могу вам даже сказать, у меня дома книга, в которой написано, как принимая четыре разные способы голосования, выбрать четырех разных кандидатов на президента. Так что все в ваших руках. Я здесь не пессимист, не оптимист. Будем смотреть. Знаю, что вы следите очень внимательно за событиями в Молдове. Что вы скажете насчет последних событий в Молдове по поводу ареста примара Кишинова Дорина Киртуак? Если вы в курсе. Ну, мы знаем. Ваше мнение. Мы знаем об этом, но как рапортер я могу только сказать, что мы не являемся ни прокуратурой, ни адвокатами. Мы смотрим все ли, так сказать, в рамках закона. Мы не можем тут сказать вам, что, знаете, мы верим там в кого-нибудь или не верим. Если, ну, то есть, я думаю, сегодня я вам не могу сказать, что там все было, что демократия работает в 100% или она совсем не работает. Вся молдавская демократия не работает в 100%. Мы это знаем. Поэтому мы, поэтому эта страна находится под мониторингом. Этот конкретный случай, он, конечно, ну, как мы можем назвать, резонансный. Но пока мы еще как рапортеры, у нас в проекте рапорта нет этого, так сказать, написанного. Может быть, может быть, мы встречаемся с людьми, да, с интересованными сторонами. Но это я пока вам, так сказать, официально разглашать не могу. Есть ли шансы для Молдовы выйти из-за монетаризации? Ну, знаете, когда-то я уже был однажды рапортером по Молдове. Три года тому назад? Нет, больше, больше. Больше, больше, да. Я хотел, я хотел, я хотел, было у меня такой проект, чтобы уже Молдову считать демократической страной. Но, увы, события у молдавского парламента, вы знаете, это как-то тогда перечеркнуло, ну, когда парламент был подожжен там. Это перечеркнуло, ну, и теперь все зависит, ну, от, зависит от Молдовы, зависит от, как Молдова сотрудничает или не сотрудничает с Советами Европы, значит, с нами, как, как проходят выборы в вашей стране, как работает прокуратура, да, все это, весь комплекс вопросов сводится, вот, вот это. Будем ли мы опять предлагать закончить эту? Конечно, я бы хотел, я бы хотел, чтобы я был последним рапортером, да, чтобы не надо, но не только от меня зависит. От меня зависит очень мало, я только рапортер. – Господин Варекис, огромное спасибо за это интервью. – Спасибо вам. – Это был я, независимый журналист Георгий Бобейко, и жду вас снова в гостях в телевизионной студии Совета Европы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова